Привет, друзья! Меня зовут Олег, вы на канале моспарк.ру. Сегодня у нас заселение наших гигантов в старую добрую ферму Мини Плюс. Но перед тем, как начать, я должен поделиться с вами важной новостью, чтобы никого не обманывать. Охот на канале больше не будет, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Так что, если вы на канале только ради охот, можете смело отписываться. Такова оперативная обстановка на просторах Ютуба. Серии про муравьев продолжат выходить на канале. Будут самодельные фермы, дегустации и так далее. Все, кроме охот. Тем, кто уходит с канала, хочу пожелать удачи и новых интересных открытий. Спасибо, что были с нами. Совсем недавно завершилась зимовка колонии Вагусов. Это была вторая зимовка колонии, и я решил пока заселить их в Мини Плюс на первое время. Она должна подойти для этой колонии, думаю, проблем никаких не будет. Пробирка на арену не помещается. А делать переходник мне было, ну, действительно лень. Поэтому я сначала пересадил на арену фермы мурашей, которые бегали на арене инкубатора. А следом аккуратно вытряхнул колонию на арену. Знаю, что это не самый лучший способ заселения. Видео про правильное переселение на канале уже есть. Но и этот вариант можно использовать, когда колония совсем не хочет переселяться под действием света или температуры. Главное делать это аккуратно. Судя по поведению особого стресса, колония не испытала. Муравьи, конечно, немного напуганы, но действуют слаженно. В отличие от тех же жнецов, они не носятся по арене и не перетаскивают расплод с места на место. Вагусы активно исследуют арену. А самые смелые уже даже начали разведку гнезда. Муравьи этого вида крупные и наблюдать за ними одно удовольствие. Я очень рад, что приобрел эту колонию. Не прошло и часа, как муравьи сориентировались и начали заносить расплод в систему ходов. Какие молодцы! Действительно быстро и организованно. Но у нас осталась одна большая проблема. В пробирке инкубаторе осталась часть расплода. Это яйца. Их можно перенести кисточкой, но зачем рисковать? Давайте дадим возможность нашим смышленым питомцам сделать все так, как нужно. Уж они-то точно расплод не попортят. Смазываем горлышко пробирки снаружи жидким антипобегом, чтобы муравьи не лазили по пробирке. И кладем ее на арену горлышком вниз. Так путь к расплоду будет открыт, но в то же время в инкубаторе им будет совсем неудобно с таким уклоном. Так что они туда не должны вернуться. Прошло минут 20 и рабочие начали перетаскивать расплод из пробирки в гнездо. На весь процесс переноса ушло не более получаса. Все, пробирку можно убирать. Тем временем колония расположилась в основном в акриловой части и не спешит переходить на гипс. Вот это любопытно. Мне все говорили, делай вагусом гипсовый формикарий. А они гипс игнорируют. Перед заселением ферма была увлажнена одним миллилитром чистой воды. Так что гипс не очень влажный. Прошло несколько дней и только после этого колония решилась осваивать гипсовые комнаты гнезда. Так что лучше подходит вагусом? Гипс или акрил? Большой вопрос. Осенью, во время зимовки, матка этой колонии была в таком жестком коматозе, что я думал, колонии пришел конец. Но оказалось все в порядке. И эта колония мне нравится все больше и больше. Много эмоций. Муравьи очень крупные, контрастные. За ними легко наблюдать. И у них отличный командный дух. При появлении на арене мучника муравьи держатся вместе и не отступают от добычи. Поведение сильно отличается от других колоний именно командной работой. Подобное наблюдалось только у взрослой колонии жнецов и то частично. Также муравьи легко справляются с хитином мучника благодаря мощным жвалам и напористому характеру. Интересно, что в дальней гипсовой комнате муравьи сделали импровизированную лабораторию. То ли они там собрались грибы выращивать, то ли испытывать гипсную устойчивость к плесени. Они сложили туда небольшое количество крошек. Но остатки мучника и прочий мусор заносить туда не стали. Так что не сильно похоже на мусорку, но продолжу наблюдение. Думаю, с этими муравьями можно будет сделать интересные эксперименты. Они активны, сообразительны и могут действовать командой. Подписывайтесь на канал, друзья, чтобы не пропустить новые видео. Удачи!